Очень похоже на ограбление. Что можно взять у сельского священника? Разве что алюминиевый крестик? Ну да, поживиться особо нечем. Так, комната перевернута вверх дном. Думаешь, он оказывал сопротивление? Ну, на драку это не похоже. Смотри. Кроме смертельной раны, на жертве нет никаких следов насилия. Убили ножом. Одним ударом в спину попали прямо в сердце. Смерть наступила около 12 часов назад и по всему видно, что преступник что-то искал. К тому же на жертве отсутствует крест священника. А можно. Снять след. Комод открыт? Я видела. А ты видела, что это узлом? Следы крови. И скорее всего, пользовались ножом, которым сперва ударили священника. Возможно, в столе находилось то, зачем приходил преступник. Ну что, Анжелика, есть результаты? Да. А вот уже и священников убивают. Куда катится мир? Да мир катится, я не знаю. Но некоторым уготована дорога в ад. Ну, я сторонник акватической теории происхождения человека. Но иногда хочется верить в существование ада. А что это за теория? Акватическая? Ну, это говорит о том, что предок человека не из дерева спустился, а вышел из воды. Гидропитек. Ну, оригинально. Оригинально. Хорошо. Так что там по результатам? Вот. Смерть наступила от ножевого удара в область сердца. Но других следов насилия я не обнаружила. Что, получается, священник не сопротивлялся? Похоже на то. Удар нанесли сзади. А если священник повернулся к преступнику спиной, значит, он ему доверял? Хорошо, хорошо. Что по орудию убийства? На теле священника и ящики стола были обнаружены микрочастицы ржавчины. Я думаю, что к вечеру закончу экспертизу. Анализы сложные. В отчете у Германовой говорится о отпечатке обуви в комнате. Да. Вот, смотрите. Отпечаток ботинка. Сорок третьего размера. Хорошо. Жду результата анализа ржавчины. Вот. Служебная собака привела к этому месту. Дальше след обрывается. Да преступник, наверное, просто здесь машина оставляла. Все. А, странно другое. То, что собака остановилась не только здесь, но и метров за двести от этого места. Ну, там мы ничего не нашли. Вот смотри. Видишь след от колеса? Узкий. Да. Я думаю, что это мотоцикл. Да. Я тоже думаю, что это мотоцикл. Значит, трехколесный. Называется он «Жигуль». Я на таком учился ездить. Фотографируем. Поехали отсюда. Так. Что? Есть информация по убитому священнику? Да. Отец Михаил, в миру Сергей Васильевич Лосев, 59-го года рождения, приходской священник в селе Заозерное. Так. Были конфликты или разногласия с жителями села? Ну, говорится, что батюшка пользовался всеобщей любовью и уважением. Заозерное приехал 10 лет назад. Вот так. Ну, а в остальном стандартная биография обычного сельского священника? Да нет. Я обнаружил запись в 94-м году. Сергей Васильевич Лосев осужден на три года по статье «Мошенничество». Я вот не понимаю, разве можно после тюрьмы идти в священники? По закону, отбывшие наказания уравниваются в правах с обычными гражданами. Ну, в семинарию даже бывших рок-музыкантов принимают. Да. Хотел бы я послушать пение в церкви «Раскаивавшийся» про хроника. Так. Давай по делу. Так. Ну, в 2002-м Сергей Лосев закончил университет философия. Принял монашеский постриг. Наречен Михаилом. В 2007-м, после окончания духовной семинарии, рукоположен в священнике. Ну, что, интересным человеком был этот отец Михаил. А вот еще что. Он при церкви организовал центр под названием «Путь домой». Ну, духовная поддержка, адаптация бывших осужденных. А они жили при центре? Да. Было построено общежитие на 40 человек. Также своими силами сделали цех для производства мебели. Так. Отправил оперативникам все данные по этому делу. Пусть наведаются в этот центр адаптации. Микола Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел 44. Агент Роберт Хабея. Есть новости? Вышли на убийцу. А почему решили, что случилось убийство? Как Пелагея Ивановна рассказала. Та, которая нашла отца Михаила убит. Ясно. Мне посоветовали с вами поговорить и сказали, что вы здесь главный в этом обществе путь домой. Ну, так сложилось, что меня все слушают. Но зона осталась в прошлом, у нас здесь паханов нет. У отца Михаила дома могли быть деньги или драгоценности? Мы год на станок собирали, японский. Батюшка говорил, что вот-вот куда. Но где он деньги держал, я не знаю. Может быть, и в доме. Скажите, я из общежития ночью. С 12 до часу. Никто не отлучался. Вы намекаете, что это кто-то из наших убил Михаила? Он для нас был как отец родной. Я ни на что не намекаю. Пытаюсь составить картину произошедшего. Вот и все. Ага. Понятно, конечно. Кто убил? Бывшие урки. А то, что мы ему по гроб жизни обязаны, это никого не волнует? Николай Юрьевич, я же вам сказал, пока что я никого не подозреваю. Ай, не наше это сделали. Не наше. Сузобная собака привела нас на место за деревней. Там этого преступника ждала машина. Так кто-нибудь отлучался ночью или нет? Гришка Воробьев вечером уехал. Сказал, срочно с сестрой надо встретиться. Десять лет не общались. Но отвечаю, не Гриша это. Не Гриша. Гришка Воробьев. Он уже на номер телефона. Нет у него номера. И телефона нет, как у большинства. Кому звонить-то? Знакомьтесь. Григорий Васильевич Воробьев. 65-го года рождения. Трижды судим за ограбление банка. Вооруженное ограбление? Ограбили ночью. Отключили систему сигнализации. Взломали код центрального сейфа. Охрана пострадала? В банке работает только электронная система охраны. Кстати, попались на мелочи. Один из подельников Воробьева случайно оставил ДНК. Так ты говоришь, взломали цифровой код сейф? В деле написано, что, вероятно, преступники использовали машину автоматического подбора цифр. А я вижу, наш Воробьев, медвежатник, экстракласса. Ну, а другие судимости? Тоже ограбление? Так. Воробьев, медвежатник. И, я так понимаю, до этого никогда не убивал. Ну, а такие очень редко меняют схему ограбления. А сколько он получил за последнее ограбление? Восемь лет строгого режима. Тюрьма меняет людей. Но, тем не менее, наш преступник взломал ящик и унес деньги. Кстати, я нашел адрес сестры Воробьева. Анна Васильевна Воробьева. В разводе воспитывает двоих детей. Игорь, надо сказать майору, чтобы нашел. Того преступника достал к нам. Анна Васильевна, скажите, пожалуйста, когда ваш брат вчера приехал? Он приехал не вчера. Он приехал сегодня. Часа в три ночи. Извинялся и сказал, что у них автобус поломался. А что случилось? Нам необходимо задать несколько вопросов Григорию Васильевичу. Ты когда он вернется? Я не знаю. Он с кем-то говорил по домашнему телефону. Сказал, срочное дело. Вот. Сама вот его ждал. Скажите, а когда он вам звонил? Мы с ним не общались 10 лет. Я ему в сердцах как-то сказала, что пока ты воруешь, к нам тебе дорога заказана. А позавчера он позвонил из этого центра. Как его, Господи. Домой? При церкви. Да, да, да. Сказал, что завязал, что приедет на пару дней повидать меня, племянников, денег привезти. Каких денег? Да не нужны мне его деньги, понимаете? Я, может быть, тоже по нему скучаю. Потому что брат он мой. Между прочим, непутевый. Знаете, он полжизни по тюрьмам провел. Хорошо. А что еще сказал Григорий Васильевич? Он сказал, что полностью завязал, что будет жить и работать при этом центре, что священник у них там какой-то очень особенный, что к нему впервые в жизни по-человечески стали относиться. И вот сижу и жду его. Можно мы тоже подождем со Ставиевым компанию ненадолго? Анечка! Сестренка! А вот и я. О! У нас гости. Ну, что ты сидишь? Иди, чай готовь, угощай людей. Понятно. Ребята, вы что, я велосипед в магазине купил? Чек даже. Григорий Васильевич, вы догадываетесь, зачем вас сюда пригласили? Нет. Зачем надо было к сестре приезжать? Я ее десять лет не видел. Господи, когда вы меня в покое оставите. Да это вы нам покой не даете. Я? Ты от вас в деревню убежал. В городе для меня все равно работы нет. Даже дворником, ну, понятное дело, метлу украду. Ну, а чем в деревне плохо? В деревне как раз хорошо. Там люди правильные и живут. Ладно. Скажите, когда вы последний раз видели отца Михаила? В воскресенье. Ну, на утренней воскресной службе. А что? Можете объяснить происхождение вот этих денег? Они были у вас изъяты при задержании. Нашел. На улице нашел. Хотел сестре оставить. В таком случае, Григорий Васильевич, мы вас вынуждены задержать до выяснения обстоятельств. Обстоятельств чего? Обстоятельств происхождения этих денег. Ну, выясняйте. Из квартиры сестры вы звонили фирму, которая называется Сезам открылся. Судя по описанию, они занимаются замками. И что? Ну, как вы связаны с этой фирмой? Я никак не связан. Номером ошибся. Интересное название вашей фирмы. Сезам открылся. Нравится? Это я придумал. Мы же замками занимаемся. Автомобильными, квартирными, компьютерными. Компьютерными тоже? Осваиваем. Новые технологии. Недавно вот в банке сейф открывали. Дорого из Швейцарии специалистов везти. Скажите, а в банке знали об этом? Естественно. Вон, все стены сертификатами, разрешениями увешаны. Когда 10 лет назад я освободился, то подумал, а почему бы не заниматься любимым делом легально? Сколько вы сидели? 6 лет отмотал. У меня на фирме половина сотрудников с интересным прошлым. Ну и что? За 10 лет не едины жалобы от клиентов. А как финансовые дела? Все путем. Все довольны. Решаем проблемы. И, главное, спим дома на чистых простынях. Григорий Воробьев. Вы его знаете. И когда вы его видели последний раз? Гришаню. Вчера видел. Рад за него. По какому поводу? Гриш вчера заезжал. Сказал, что окончательно решил завязать. Вез чемодан со всеми своими отмычками, сверлами. Соломоновой копией. А он что, это все собирался продавать? Ну да. Да я даже не торговался. Еще он принес прибор для автоматического подбора цифр в сейфах. И, как говорится, перековать мечи на араба. Но при конфискации все пропустили бы в утиль. Я так понимаю, вы пришли из-за этого. Сейчас понесу. Не торопитесь. Мы не ищем. Ведь в итоге дело восьмилетней давности. Воробьев решил покончить с воровской деятельностью. Ну а деньги он получил от продажи приспособлений для взлома сейфов. Тогда почему он нам об этом не сказал? Да потому что инструменты подлежали конфискации. А он успел их спрятать до того, как его арестовали восемь лет назад. А нас их привезли? Я хотел бы посмотреть на эту машину для автоматического подбора цифр. Нет. Все останется. Всезам открылся. Пусть послужит людям, так сказать, в мирных целях. Да. Слушайте, у Воробьева-то сорок первый размер ноги. Да. Ну, в принципе, у меня сразу возникли сомнения по поводу его причастности. Отрицательный результат тоже результат. Так, вот что. Воробьева отпускаем, а деньги ему обязательно вернем. Обязательно. Ну вот. Готовы результаты экспертизы ржавчины. Нож был изготовлен из низкоуглеродистой стали. Такую не используют в промышленном производстве. А что это значит? Это зоновская работа. Сделанная из подручных материалов. Иногда это суперстали из автомобильных рессор. А иногда используют коровьи цепи, как в нашем случае. Стесняюсь спросить, а нож так просто можно сделать в тюрьме? Ну да, есть такие тюрьмы облегченного режима содержания. В народе называется химия. Вот там и встречается цеха по работе с металлом. Да, как ни крути, след ведет в бывшем заключенном. Снова вы. Здравствуйте. С Воробьевым разобрались. Все чисто. Я же говорил, не наши это, не наши. Да по другому я вопросу. Отца Михаила не замечали каких-то странных посетителей, подозрительных людей? К отцу Михаилу постоянно приезжали освободившиеся. А для вас они все и странные, и подозрительные. Николай Юрович, почему же вы такой колючий, как ежи, а? Я же пытаюсь найти убийцу отца Михаила. За концом вы были духовно близки с этим человеком. Простите. Я поначалу за мужиков своих обиделся. Нас же, чуть что не разобравшись, хватает нашего брата. Был бы человек, а статья найдется. И все же, может, вас что-то насторожило? К отцу Михаилу много народу приезжало, кто оставался. Было такое, что батюшка сам в город ездил с властями разбираться. Он как ангел-хранитель для нас был. Самый лизный я вам. А пару месяцев назад приезжали передачу о нем снимать. Мы ее потом по телеку смотрели. О какой глыбе все было. Ясно. Если что-то вспомните. Выберите меня, пожалуйста. Вы знаете, я в основном в цеху находился. Многих посетителей не видел. Но сейчас вспомнил. Отец Михаил ввел дневник. Может, там что найдете? Я бы проверил все исправительные учреждения, где делаются цепи. В основном это химии. Так. Нужно составить список всех освобожденных из этих колоний за последний год. Ну, в среднем за год на свободу выходит около двух тысяч заключенных. Да, и не факт, что нож был сделан именно там. Интересно за вами наблюдать. Сколько же вы будете этот список составлять? Я вот вчера всю ночь изучал дневник отца Михаила. Ты что, не спал? Кстати, очень интересно. Даже не заметил, как ночь прилетела. Вот послушайте. С божьей помощью нашли недостающие деньги на станок. Будем покупать в понедельник. Скорее всего, он деньги в столе держал. Да. У батюшки банковского счета-то не было. А есть еще одна запись месяцем раньше. Вот сейчас внимание. Приезжал Василий Б. Познакомились еще в Литинской колонии. Три месяца назад освободился из химии. Химия? А что еще? Жаловался, что не может найти работу, выданную из кассы 50 УЕ. Предлагал ему остаться в центре. Обещал подумать. Вениамин, что у нас есть по освобожденным химикам за последние четыре месяца? Да-да. Уже смотрю. Так. Василий Александрович Бабич. Четыре месяца назад освобожден. Правда, два месяца назад арестован по подозрению в ограблении. Так, давай дальше. Бочкарев Василий Петрович освобожден тоже четыре месяца назад. К тому же в 95-м году отбывал наказание в Литинской колонии. Литинской? А адрес постоянного места жительства есть? Ну, может, у Толстного есть. Здесь указан адрес прописки. Квартира его отца. Кстати, на отца зарегистрировано автомобиль Жигулей. Вот вы мой Василий П. Вы к Василию? Да. Да, мы к ним. Спит он, наверное, напился вдрызг. Часто это с ним? Как из тюрьмы пришел, так не просыхает. А тем более, когда отца нет дома. А где отец? Отец в больнице. С таким сыночком-то неудивительно. Запах газа. Так, вы, наверное, спасибо вам за содействие. Да, я, внучки. Хорошо. Давай я открою. Не надо. Я сам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, ты уже все закончила? Да, проходите. Могу сказать, что смерть наступила около шести часов назад. Так что майоров был бессилен помочь пострадавшему? Майоров пытался перевести его в чувство? Ну да. Он делал все возможное до приезда скорой. Да. Но это не имело никакого смысла. На тот момент Масикарев был мертв уже два часа. Вот. Газовая хроматография показала наличие компонентов готового газа в органах погибшего в большой концентрации. А кроме присутствия компонентов газа в крови, ты еще что-то обнаружила? Обнаружила. Смертельную концентрацию алкоголя. Но, судя по состоянию его печени, для него это норма. А как ты думаешь, он мог уснуть на кухне? Вполне. А вы считаете, это как-то связано с убийством священника? Ну, знаешь, на сегодняшний день это наш главный подозреваемый. Был. Да. Еще один печальный конец. По дороге в ад. Причина смерти Бочкарева предельная ясна. В состоянии сильного алкогольного отравления он решил еще заварить чефир. А, чефир? Чефир – это чай предельной концентрации. В общем, в процессе Бочкарев уснул, вода в кружке закипела и залила огонь газовой конфорки. Да. А в квартире у Бочкарева наши оперативники нашли деньги, иконы и крест убитого священника. А нож? Нож тоже нашли. И завтра привезут тебя для экспертизы. Ну, визуально он очень похож на зоновскую работу. Ну что, дело закрыто? Нет, ребят. У Бочкарева 41-й размер ноги. Господи, ну и что? А то, что на месте преступления был обнаружен отпечаток 43-го. Я думаю, что у него были подельники. Я тоже догомариваю. Здравствуйте. Я поплыл. Василия Бочкарева. Я так и догадалась. Извините, конечно, за некорректный вопрос. Он часто пребывал в нетрезвом состоянии. Нехорошо о покойниках говорить плохо. Поэтому я промолчу. Значит, выпивал. О, выпивал. Не то слово, выпивал. В стельку пьяный каждый день домой возвращался. Да еще Дружков из-под гастронома приводил. А что отец Василия? Отец Василий гонял эту шатюю-братью. А последнее время он в больнице лежал. Вот Васька тут с дружками устроили. Лас-Вегас. Вот вы сказали, что он Дружков домой водил. А в день его смерти, может, вы заприметили что-то неладное, подозрительное? Да двое приходили к нему утром. Но я не разглядела. А может быть, вам запомнились какие-то характерные особенности? Там одежда, прическа? Точно. Одежда. Они в черном были и аккуратненькие такие. К Ваське ханыги обычно не бытые приходят. А эти аккуратненькие и говорили негромко. Помните, по телеканалу была программа с отцом Михаилом? Мы выяснили, программа называется «Скрепы». Включи, пожалуйста. Эти люди очень часто не могут адаптироваться к современной жизни. Многих из них здесь просто никто не ждет. Получается, самое безопасное и привычное для них место – это тюрьма. Наш центр «Путь домой» пытается разорвать этот порочный круг и помочь им. Мы проанализировали нашу оперативную съемку с места преступления и видео телепрограммы «Скрепы». Вот наши. Включи, пожалуйста. Останови. Видите, на стене ничего нет. А теперь посмотрим на телепрограмму. Да, в отчете о найденном квартире Бочкарева значатся три иконы. Да, совершенно верно. Но это другие иконы. Они были на домашнем иконостасе, а у Бочкарева не обнаружено. Это очень интересно. Вень, необходимо обработать видео из телепрограммы и добиться максимально качественного изображения пропавшей иконы. Ну, чтобы можно было потом провести экспертизу. Значит, вы говорите, первые обнаружили тело отца Михаила, да? Да. Не заметили? Не пропало каких-то вещей? Ой, да я как увидела убиенного отца Михаила, так, господи, господи. Помню, беспорядок в комнате был. Это, получается, вы следили за порядком в доме отца Михаила, да? Да где там следила? Отец Михаил все сам любил делать. Он и убирал, готовил, стирал. А я так, помогала ему по мелочам. Да продукты покупала. Скажите, а у него были какие-то церковные ценности, редкие книги? Ну, что там. Отец Михаил жил очень скромно, как инок. Какие там ценности? И книг у него не помню, и Библия обычная была. У него возле окна была икона. Вы обратили на нее внимание? Да. Архангел Михаил на ней был изображен. Отец Михаил часто на нее молился. Она ему силы передавала. А как эта икона появилась у него? А жила у нас одна одинокая старушка. Отец у нее был священник. А после революции его на каторку сосла. Так, Октябрьская революция? А какой еще? Так вот она после смерти завещала эту икону отцу Михаилу. Обычную икону. Только краска на ней потускнела. У нас вон такие в каждом доме висит. Ну вот на кой черт я весь черновой материал программы хакнул у телеканала. Здесь материала часов на десять. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. И снова наша телепрограмма «Скрепы» укрепляет ваши духовные крепы. И скрепы, а крепости. И снова наша телепрограмма «Скрепы» укрепляет ваши духовные скрепости. И скрепости, а крепости. Ты черт. Еще раз. Это не идет сегодня, сейчас. Да, ну стоп. Вот этот момент отметил. Вот, пожалуйста, у нас фотография только такого качества. Да, я так еще экспертизу никогда не делал. Знаете, в 815 году при Льве Пятом в Константинополе были зашиты в мешки и утоплены сотни монахов. Что, простите, послужило причиной? Иконоборчество. Возник спор о том, чему поклоняться, иконе или образу, который изображен на ней. А кто изображен на нашей? Ну, могу сказать однозначно, это Архангел Михаил. А вот относительно материала, ну, скорее, как бы, исторические ценности иконы. Я ничего сказать не могу. А в какое время была написана эта икона? Вчера. Десять лет назад. Сто. Тысяча. Ее мне надо увидеть воочию, понимаете? Вблизи. Ну, а ваши фотографии крайне некачественные. Я хочу уточнить. Вы сказали, что, увидев вблизи, можно получить представление ее ценности? Ну, старинную икону видно сразу, но для того, чтобы, как бы, определить ее ценность, нужно провести экспертизу. А сколько может стоить это? Ну, если это подлинник, восьмой век, византия, миллион. Ну, а если подделка вчерашнего дня, то доллар. Ну, а если подделка вчерашнего дня, то, что вы не делаете, дурака? Владимир Николаевич Семенков – это известнейший эксперт в этой области. Тем более, он эту икону видел вблизи. В отличие от меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Кобей, я вам сегодня утром звонил. Присаживайтесь. Благодарю. Так чем могу быть вам полезен? Вы ведь авторы и ведущие телепрограммы «Скрепы», правильно? Это правда. Эта программа – это мое детище. Вот уже три года в эфире. Боже, как быстро летит время. Показываем различные аспекты духовной жизни нашей страны. Вы бы знали, сколько мне людей встречается на пути. Гиганты мысли, колоссы. Вот как раз об одном из них я бы хотел с вами поговорить. Отец Михаил, вы относительно недавно были у него в гостях. Делали передачу про него. Помните? Ну как же. Помню. Это тот, который организовал центр для зэков. Совершенно верно. «Путь домой» называется его центр. Для людей, освободившихся из мест заключения. Помню. Могучий батюшка. Кстати, он тоже из бывших, знаете? Да. Его убили. Убили во время ограбления. Преступников нашли? Ищем. Мне вас посоветовали как знатока церковных реликвий. Когда вы были в гостях у отца Михаила, ничего ценного не заметили? Например, старинные иконы? Ммм, ценного. Не припоминаю. Скромное жилище обычного сельского священника. А вот на иконы я как-то не посмотрел. Вернее, не обратил внимания. Угу. А не мог Слюньков забыть, что внимательно рассматривал эту икону, независимо от ее исторической ценности и стоимости. Да, действительно настораживает. Он говорит, что вообще не смотрел на иконы. Ну, а знатоки и коррекционеры. Они же в любом случае смотрят, изучают. Хоть даже машинально. Это же их вторая натура. Ну да. Слушай, а может, и Слюньков исследовал эту икону машинально, а потом забыл. Я сверил график поезда к съемочной группе скрепа за последний год с заявлениями об ограблении и воровстве в церквях. Ну, есть четыре совпадения. Ограбления происходили после съемок телепрограммы с интервалом два-три месяца. Слушайте, как и в нашем случае. Ограбление произошло через два месяца. Ну да. Что вы о съемках успели забыть? Полгода назад при ограблении был убит церковный сторож. Так. Нужно установить круглосуточное наблюдение за этим Слюньковым. Подъем. Кофе будешь? Да, спасибо. Так. Внимание. Что, думаешь, наше? Зачем думать? Можно просто посмотреть. Зря я, что ли, весь погиб со стременкой облазил. Да, к нему. Давай просто вызовем группу поддержки и накроем всех вместе в одну квартиру. Так, погоди. Господи, как спать хочется. Всю ночь под этим домом просидел. Закроем дело, а то спишься. Закроем это, откроем другое. Тебе что-то не нравится? Может, тебе попроситься к Строгову в офис? Проснулся. Подожди. Выходит. Надо брать. Так, Строгов сказал, не брать, просто наблюдать. Следуем за подозреваемым. Слушаюсь, мой генерал. Лошадью ходи, лошадью. Ты что-то сказал или мне послышалось? Извини, Шашев. Товар у вас. Все нормально. Но Стрюньков просил кое-что передать. Садись, сыграем. Станислав Павлович, я не умею. Сыграй, как умеешь. А то торчите, тут внимание привлекаете. Так что там? Говорит, иконка сюрприз преподнесла. Это не 14-й, а 12-й век. Просит удвоить гонорар. Просит удвоим. Может, проще избавиться от него? Успеем еще. Войной гонорар по сравнению со стоимостью иконы – это копейки. А Стрюньков нам еще пригодится. А ладья так не ходят. Слышь, братанчик, иди куда шел. Я просто хочу сказать, что ладья так не ходят. Братан, ты не понял. Давай, проваливай. Ну что, мальчики, шах и мат? Он дурак. Я рад, что хоть вы это понимаете. Учен Станислав Палыч. Он же Рыбчинский, он же Клюев, он же Барабаш. Но всегда Станислав Палыч. Завидное постоянство. Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу. А к какому делу? Вот именно, к какому? Я вышел на пенсию, сижу в парке, играю в шахматы. Играете в шахматы? Ну что ж, давайте-ка пригласим одну из фигур ваших комбинаций. Назовем ее Пешка. Да, это он, Кучин. Силой заставлял меня ездить по стране. Высматривать во всех церквях и храмах ценности. Молчи, Макриса. Сам молчи. А я говорил, не надо этого делать. Людей верующих обворовывать, предметов культа их лишать. Спасибо. Пожалуйста. На вашей работе легко веру в людей потерять. А на вашей веру в Бога лишиться. Я верю в Бога. А вот насчет предметов поклонения, у меня свой взгляд. Я так понимаю, вы иконоборец? Допустим. Ну, а людей-то зачем убивать? Я к убийству не имею никакого отношения. Ну, вот как. Ну, что ж. Давайте посмотрим признание еще одной фигуры. Назовем ее слом. Когда мы пришли к священнику, он был уже мертв. Все из дома уже вынес. А иконы Архангела Михаила там тоже уже не было? Мы только за ней ехали. Я позвонился на Славу Павловичу, он велел нам возвращаться. Так какой у вас размер рубля? 43, а что? Ничего. Как вы вышли на Бочкарево? На Ханегвет. Когда мы ночью подъезжали к Заозерному, встретили на проселочной дороге Жигули, я случайно номер запомнил. Ну, дальше. Станислав Павлович предположил, что это убийца священника. Пробил номер через ГАИшников и дал нам адрес. А с Бочкаревым вы познакомились с гастрономом? Водку покупали, да? Да. Он привел нас домой, после второго стакана вырубился. Мы быстро нашли в комнате икону эту. Станислав Павлович приказал открыть газ на кухне. Значит, это Кучин дал вам команду увидеть Бочкарева? Он сказал, что Бочкарева рано или поздно возьмут, как нас видел. А после взрыва никаких следов. Вот так говорил Зерэмбо. А так говорил Зератустра. Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. И вы, по-моему, Кучин, в эту самую пропасть и сорвались. Это мой дом. Музей какой-то. Рука болит все это описывать. Обалдеть. Зачем столько нужно? Я не понимаю. Может, они думают, что так ближе к Богу? Ага. Или дальше. Я слышал, что наши раскрыли организацию по вывозу церковного антиквариата за границу. Ужасно это все. Пойду еще возьму. Вот, Николай Юрьевич, мы раскрыли преступление. Нашли гада. Кто? Убийцей оказался Василий Бочкарев. Не знаю такого. Они вместе отбывали наказание с отцом Михаилом тогда, когда еще отец Михаил был Сергеем Лосевым. Бочкарев жаловался отцу Михаилу о том, что не может найти место в жизни. Все мы не можем. Нам удалось выяснить, что когда отец Михаил доставал деньги для поддержания Бочкарева, тот заприметил у него огромную сумму денег для покупки станка. Ну и, скорее всего, он вернулся к отцу Михаилу и убил его, ударом ножа в спину. И ограбил его, забрал все деньги. А из жадности прихватил еще и все иконы и крест отца Михаила. Гореть ему в аду. Да, но это было только началом истории. Видите ли, готовилось еще одно ограбление отца Михаила. В комнате у него была старинная икона Архангела Михаила 12 века. Видел ее. Неприметная такая. Неприметная, но по оценочной стоимости она стоит около миллиона. Так вот, когда грабители пришли к отцу Михаилу, они нашли его уже убитым, а иконы там не оказалось. Они очень быстро вышли на Бочкарева, убили его и завладели иконой. Нам удалось выяснить, что действовал преступный синдикат. Одни под видом телепрограммы искали церковные ценности, другие их похищали, а третьи уже сбывали их за границу. Повязаны одной цепью. Коровьей. Ну это так вкратце. Спасибо вам всем. У меня такое чувство, что когда эти негодяи убили отца Михаила, там, на небе, родился ангел. Документов, естественно, нет. Естественно. Причина смерти? Дистрельное ранение в голову, но убили явно не здесь. С чего это ты взяла? Потому что если бы его застрелили на этом месте, по трупам была бы лужа крови, а ее здесь нет. Ясно. А как он сюда попал? Скорее всего, они приехали на машине, потом притащили сюда и присыпали глистями. Ребят, я нашел много крови, следы от перетаскивания тела. Еще там смятый куст и осколки от бампера и стекла. Кто-то въехал в куст. А откуда, говоришь, начинаются следы? От куста, он на обочине. А еще следы от протектора. Так, что за машина? Там их две. Широкий след от внедорожника и узкий, скорее всего, от легковой. В общем, там надо все тщательно осмотреть. А свидетелей кто просит? Оставляйте мне это в удовольствии. А, ребят, там я еще под деревом, в листьях нашел тушку заяца. Убили пару часов назад. Понятно. В общем, мы пойдем на сниму три места, от которого оттащили трупы, дорогу. А ты как закончишь свидетелем? Присоединяйтесь. Работайте. Значит так, труп обнаружили вы, да? Да, да. Я, показалось, грибы, я так нагнулся, смотрю, рука. То есть вы по грибы в лес, да? В это время года? Да. А что же это вы? В лес по грибы, да, с оружием. Так для безопасности вы посмотрите, что делается. Людей убивают. Да. Вы ничего не слышали? Вы давно здесь? Может, выстрел какой-то? Не слышали и не видели. Можно я посмотрю? Красивая. У вас оружие следами пороха. Вы недавно стреляли? Нет. Итак, граждане браконьеры, давайте сэкономим друг другу время и поступим к следующим образом. Мы сейчас пойдем ко мне в машину, сдадим оружие и подпишем протокол. Какой протокол? Какие браконьеры? Какие браконьеры? Мы забирали грибы, да? Да, грибники мы. Как вы думаете? Экспертизе будет сложно сравнить дробь в зайце и в ваших патронах. Хорошо. Ну, очевидно, что гребники-браконьеры нам ничем не помогут. Вот смотри, следы легкового автомобиля перекрываются следами джипа. Значит, он ехал сзади. Ага. То есть, вырисовывается следующая картина. Две машины выехали на проселочную дорогу, легковая врезалась, остановилась. В это же время убивают человека выстрелом в голову. Как ты соединишь два этих события? Я думаю, что это погоня. Легковуха удирала от джипа, виляла, не справилась с управлением и врезалась в куст. Это видно, кстати, по следам протекторов. Затем они вытащили человека из машины и убили. Короче, надо здесь все сфотографировать, собрать осколки. А ты ширину колеи измерил? Обижаешь. Кстати, на заднем правом колесе джипа узнаваемый порез. Он наехал на битую бутылку. Ага. Смотри, видишь, остались следы краски. Да. Так, я тогда возьму образцы, а ты собери осколки. Смерть наступила сутки назад, между одиннадцатью и тринадцатью часами. Веня, положи на место. Так, а что там по баллистике? Пуля от Вальтера девять миллиметров. Выпущена из родного ствола. Так, ну значит, Вальтер. Да. Экспертиза показала, что выстрел был сделан с расстояния от пятидесяти до ста пятидесяти сантиметров. Направление выстрела справа и снизу. Так, если бы убийца стрелял с коленом? Или же жертва лежала на земле лицом вниз, а убийца стояла сзади, справа. Да, майоров тоже думает, что жертву сначала вытащили из машины, потом убили. Очень жестокое ограбление. Игорь, вот что, надо посмотреть, есть ли данные за последние сутки о подозрительных автомобилях. Что искать? Ну, я думаю, что надо искать небольшой красный автомобиль с повреждением переднего банды и фар. Ну что, я тогда тоже пройдусь по базам данных. Да, и обязательно посмотри за последние сутки, есть ли информация о пропавших или исчезнуших людях. Давай, иди. Угу. Да. Всего было семи обращений по поводу исчезновения людей. Пятеро нам не подходят, молодежь. Вовремя домой не вернулись, обычное дело. Ну, а еще двое? Взрослый мужчина. Одного разыскивает жена, но делает она это регулярно. Ну, а второй? Следователь районной прокуратуры соседней области. Выехал к Новгороду на собственном автомобиле красной БМВ. Это уже интересно. Имя, фамилия? А он у вас у папочки там. Стрюк Виктор Сергеевич. Тридцать семь лет, старший следователь. Понятно. Ну, а кто подал заявление? Жена. Сказала, взял отпуск за свой счет. Поехал в город. Но со вчерашнего утра телефон отключен. А он так, как правило, не делает. А когда было подано заявление? Вчера. Детнадцать тридцать. Так, послушай, у нас телефоны его жены есть? Да, и домашний, мобильный. Может, увеним? Во-первых, дело отправить в городской морг, вызвать жену для опознания. Ну и пусть Германова ее встретит и присутствует при опознании. Похоже есть. Что есть? Сегодня перед рассветом задержан красный БМВ. Владелец? Стрюк Виктор Сергеевич. Тридцать семь лет, старший следователь. Откуда знаете? Ну, стараемся помаленьку. Хорошо. Кто за рулем? Некий Балан Сергей Дмитриевич. Дважды судим за угон автомобиля. Понятно. Значит, привезти на... Ехал по городу перед рассветом. Фар не горит, передок разбит. В общем, остановили, документов нет. А потом обнаружили пулевое отверстие в крыше. И следы крови насидения. Да. Балан Сергей Дмитриевич. Ну, он. Давайте начнем. Скажите мне, зачем было нужно воровать машину? Вы же и так два срока отсидели. Вы же знаете, что за рецидив по максимуму дадут. Я не крал. Крал, это если машинку вскрыл, замок зажигания сломал, сел и уехал. А я... катался. Значит, вы утверждаете, что заблудение чужим имуществом с целью обогащения или наживы не было. Какая нажива? Стоит машинка. Дверка не закрыта. И ключ в зажигание торчит. А я машинки очень люблю. Понятно. Значит, вы сели покататься, так сказать, для души. Конечно. Ну, и это совсем другая статья. Хулиганство называется. Я уж это знаю. Прошел. Да. Что-то серьезное. Хорошо, сейчас зайду. Мы с вами продолжим, но немножко позже. Я надеюсь, у тебя что-то очень важное, если ты попросила прервать допрос. Смотрите, это снимки и результаты обследования красного БМВ. Ну, почему разные сидения? Потому что на переднее сидение автомобиля были надеты одноразовые чехлы. А под чехлами на обивке следы крови. И по этим следам можно предположить, что убийство произошло в машине. И еще одно доказательство этому. Это полевое отверстие, которое было обнаружено в переднем левом углу, в крыше салона. Получается, что этот выстрел и другой смертельный связаны между собой? Конечно, доказать, что оба выстрела были сделаны в одно время и из одного оружия сложно. Пули нет, но калибр тот же, 9 миллиметров. Скажи, Анжелика, а ты можешь определить время, когда была сделана эта пробоина? Точно не скажу. Отверстие свежее, но края уже начали окисляться. Хотя бы приблизительно. Так, ну, если предположить, что машина простояла одну ночь без движения, то не более 35-40 часов. Так, полтора суток. Ну, как раз сходится с предположительным временем убийства. Значит, выстрела было два. А если вспомнить схему следов майора, вам? Машина бросала из стороны в сторону. Прицелиться было довольно сложно. Ну, убийца стрелял всего два раза в этих сложных условиях. Значит, мы имеем дело с опытным профессиональным стрелком. Или наш воришка. Не так уж просто, как хочет показаться. А возможно, у него даже был сообщник. А вот это мы сейчас и узнаем. Ты можешь узнать, где находился стрелок? Черных сейчас делает баллистическую реконструкцию. Я ему отправила все данные. Хорошо. А ты займись пока отпечатками, которые были найдены в машине. Пойдем, Игорь. Что-то вы, Сергей Дмитриевич, были веселее. Сейчас вас что-то тревожит. А я начальник только одного боюсь. Чтоб на меня чужие грехи не повесили. А за свое знаю. Что сделал, то сделал. Я уже рассказал. Катался и все. Да, видно, не все. А что еще? А то, что в этой машине было совершено убийство. С целью уграбления. И есть все основания подозревать в этом вас. Это просто начальник. Какое убийство? Я вор, а не мокрушник. Я грех на душу не возьму. Эка вы какой набожный. Это все, конечно, прекрасно. Только мы с вами не в церкви. Нам факты нужны. Какие факты? Какие факты? Где я их вам возьму? Вы вспомните и расскажите нам, где, например, были вчера, сегодня. Вот точните с часов десяти утра вторника. Ну, этот вторник я как дети в школу помню. Часов девять позвонил Сюня. Сказал, чтобы я никуда не уходил. Что за мной приедут. Сюня это кто? Да, бандюк один. У вас не дела? Дела у прокурора. А у нас коммерция. Денег я у них долганул, а отдать в срок не вышло. У них это у Сюни? У Сюни и Помидора. Они в паре работают. Приехали они за мной. Я сел в машину. Поехали в гараж на разговор. Били. Было. Потом гаража закрыли. Сказали подумать. А что тут думать? Бабки или есть, или их нет. Потом приехали. Открыли. И что, вы так просто отпустили? Нет. Сказали, даем две недели. А потом включаем двойной счетчик. Ну и во сколько же вас отпустили? Часов три. Понятно. Что дальше? Пошел я домой. Выпить хотелось. Стресс снять. Возле супермаркета заметил машину. Дверка была не закрыта. Я сел. Замок зажигания. Прокрутил. Смотрю, бензин есть. Ну, я и отъехал. Чуть-чуть. До пустыря. Машинку закрыл и ушел. Зачем ушли? Подождать. Да и светиться по дню не надо. Решил забрать позже. Когда же вы забрали машину? Ночью. В число три было. Хорошо. Это пока принимается. Если у вас есть альби, его еще подтвердить нужно. Как зовут ваших кредиторов? Я же говорил. Сюня и Помидор. Имена, фамилии и где их можно найти? А гараж есть у них на Приозерной. Там они машинку держат. Там и меня держали. Бокс 56. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела у вас спросить, любезный. Ничего. А вы здесь вчера держали автомобильного вора Балана? Ну-ка, иж отсюда. Зачем даме грубить? А могу и тебе нагружить. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, черт, черт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, что, сразу не могли сказать? Сразу и не спрашивал. Балана здесь били? Че, настучался, сука? Нет. Ну, просто мокроха клеится. Что знаешь. Не, нам убийства не надо. А, без протокола? Пока без. Ну, повоспитываем, Алёха. Но это же не криминал? Нет, не криминал. Когда? Вчера привезли. Часа в десять. Провели беседу. Закрыли. Что подумал? Когда выпустили? Часа в три. Парник подтвердит? Конечно. Тогда все. Из горна не выезжать. Чтоб под рукой были. Понятно? Ну, как не понять. Ну, что, все в сборе. Давайте начнем. Бандиты подтверждают слова Балана. Ну, а охрана и видеозаписи подтверждают слова бандитов. Так, значит, Балан не врет. И он действительно нашел брошенную машину. А тот, кто ее бросил, убил следователя не ради автомобиля. Мы уже имеем представление, как произошло убийство? Имеем. Убийца находился на заднем сидении. Он почти лежал, упершись спиной и плечами в заднюю правую дверь. Поэтому стрелял снизу. А зачем ему понадобилось ложиться? Ну, я думаю, ему надо было как-то закрепиться для стрельбы, чтобы его не бросало по всему салону. Теперь понятно, почему машина съехала с дороги, воткнулась в куст за рулем, был мертвец. Что потом? Когда машина остановилась, убийца вышел, вытащил труп и положил на землю. Поэтому в этом месте очень много крови. Труп нужно было обыскать. Да. Минут десять труп лежал на земле, а потом его перетащили и спрятали. Причем тащили два человека. Так. Убийство было спланировано. Действовала группа. И я так думаю, что они новички. Вот только вопрос. Почему они не бросили БМВ в лесу? Ну, причины мы пока еще не знаем. Но подготовились к этому явно заранее. Надели чехлы на сиденье, вытерли все отпечатки и вели автомобиль в перчатках. Нужно выяснить, зачем и к кому ехал следователь на этом автомобиле. Убийство может быть связано как-то с этой поездкой. Это пока все? Ну, почти. Компьютерное моделирование показало, что убийца среднего роста метр семьдесят, метр семьдесят пять. Боже, как страшно. Ирина, у вас впереди печальные хлопоты. Я могу вам чем-то помочь? Я даже не знаю. Хорошо. Я вам буду звонить, да? А еще мы заказали вам номер в гостинице. Я вас сейчас туда отвезу. Вам нужно будет здесь побыть день-два. Спасибо. Вы так много для меня делаете. И еще мне вам нужно задать вопрос. Знаю, что сложно говорить, но он очень важен. Кому сюда ехал Виктор Сергеевич? В понедельник вечером ему позвонили. Он поговорил. А потом говорит, завтра рано утром поеду к полковнику. К полковнику? Да, Витя так его называл. А кто этот полковник? Фамилию знаете? Я не знаю. Я его никогда не видела. Знаю только, что несколько лет назад они пересекались по работе и подружились. Так а что, Виктор Сергеевич, так к нему и обращался полковник? Нет. Это когда мне говорил, называл его полковник. А когда по телефону разговаривал, говорил Макар Сильвестрович. Я занимался МВД и прокуратурой. Вене занимался безопасностью и разведкой. Дошли быстро. Слава Богу, у нас в стране не так много полковников, которых зовут Макар Сильвестрович. И кто он? Удот Макар Сильвестрович. Подполковник запаса. Фигурант громкого дела о крупных взятках. Отвертился, вышел на пенсию. Понятно. Тихий пенсионер. Ну, пенсионер. Только не совсем тихий. Владелец сети охраны фирм «Шлем» и частного сыскного агентства «Пингертон» и компания. Связи обширные и сильные. Адреса телефона? Все нашли. Домашний адрес. Адрес. Адрес офис. А все телефоны. У него аж шесть мобильных номеров. Ну что, Игорь, нужно отправить Майорова к нему в офис. Ну, чтобы он прощупал его. В смысле, пообщался. И только в рабочее время. Я так понимаю, что нас к себе домой без ордеров не пустят. Макар Сильвестрович, вам знаком Виктор Стрюк? Я еще знаком. Про убийство я тоже знаю. Жаль, хороший парень. И работник был прекрасный. Я даже по своим каналам собирался поспособствовать его переводу в столицу. Но тут вот такое вот. Скажите, пожалуйста, а по какому делу вы с ним встречались? Молодой человек, а у нас допрос или беседа? У нас беседа. Так вот, Юноша, я вам как собеседник-собеседнику скажу. Я личные дела с незнакомцами не обсуждаю. Поверьте, правило. Ирина, попытайтесь все-таки вспомнить, для чего ваш муж поехал встречаться с полковником. Говорил, что спросил, о чем разговор будет. А полковник сказал, что по телефону о таком не говорят. Но он хоть догадывался, для чего он едет с ним встречаться? Витя сказал, что это может быть из-за того мажора на Порше. Так, и что за мажор на Порше? В нашем районе сынок богатых родителей устроил ДТП. Пострадали люди. Его задержали, а мужу поручили дело. На утро после аварии муж поехал в следственный изолятор, чтобы допросить виновного. А его уже отпустили под подписку о невыезде. Потом долго не могли найти схему ДТП. А как без нее вести следствие? Ирина, почему вы так уверены, что ваш муж поехал встречаться с полковником именно по этому делу? Витя сказал, что полковник в самом начале разговора спросил его, что ты ведешь дело о ДТП с участием Порше Бокста. Здравствуйте. Присаживайтесь. Макар Селестович, у нас есть задокументированные показания жены Стрюка, которая сообщила нам, что в день его смерти у вас должна была состояться встреча. Это вы меня что, в убийстве подозреваете? Ну, вы же старая гвардия, и знаете правила в деле об убийстве? Все, кто общался с убитым непосредственно перед смертью, попадают в круг подозреваемых лиц. Ну, правила так правило. Давайте по правилам. Вас что интересует? Меня интересует, знакомы ли вы с войгуром Артуром Денисовичем? Я с ним не знаком. А с войгуром Денисом Артуровичем? Знаком. Насколько близко? Ну, а мой клиент, моя компания предоставляла его фирмам услуги по безопасности. А спасти сына своего клиента от тюрьмы, это вопрос безопасности? Ну, ладно, вы зацепились, самое главное. Хорошо работаете. Я расскажу вам все, что знаю. Артур Войгур – это единственный сын моего друга Дениса Войгур. Лично я с ним не знаком. Знаю только, что он об болту с ним. Дармояд. Работает у отца? Числится. Зачем ему работать, если папаша и так все даст? Понятно. Проблемная молодежь. Да придурок он, а не проблемная молодежь. Я его столько раз из всяких историй вытаскивал. Правда, в ДТП со смертельным – это впервые. Ну, и как Войгур попросил вас об этом? А он не просил, он заказал услугу. Сказал, найди следователя, который ведет это дело и договорись, я плачу. Он каких-то гарантий требовал? Это нет, он платит за работу. А за результат платит втрои. Я когда взял это дело, еще не знал, что его Витя Стрюк ведет. А если бы знали? Да отказался бы сразу. А потом уже все, нельзя. В моем деле взять аванс и отказаться – это сразу загубить весь бизнес. Понятно. А что, разговор-то со Стрюком состоялся? Да, но он когда понял, что его просят замять дело, он возмутился, хотел уйти. Значит, у вас все-таки был конфликт? Нет. Я ему объяснил, что я только посредник, просто передаю предложение своего клиента и все. И что, Виктор, принял ваше объяснение? Да, без обид. Остался у меня позавтракать, мы с ним чаю попили, договорили. А потом он уехал и все. Больше я его не видел. Полковник очень осторожный и опытный человек. Он изображает открытость, но ничего лишнего не говорит. Ну да. Он еще тот старый лис. Скрывать ему есть что. Смерть Стрюка была выгодна и полковнику, и Выкуру. Своей несговорчивостью он мешал им обоим. Едва ли полковник мог собственноручно убрать следователя. Ну, я тоже так думаю, что нет. Но он мог быть заказчиком этого убийства. Так что нам нужно поторопиться. Ну что, Черных, я сейчас подготовлю ордер на обыск в доме у Дода, а ты это отправишь все Германова. Ну, на все про все я даю час, но больше. Надо быть аккуратным, все осмотреть, обратить внимание на обувь и вещи в стирке. Затем кабинет, стол и сейф. Кстати, кто-то еще может быть в доме у этого Дода? Там прописана некая Татьяна Афанасьевна Джекун. Ведет хозяйство бывшая сотрудница органов. Видимо, экономка. Татьяна Афанасьевна, вы не волнуйтесь. Мы все осмотрим. Беспорядок наводить не станем. Вы Макару Селестровичу позвонили? Не отвечает. Нехорошо все это. Овыск без хозяина. Ордер у нас есть. Жилища не проникали. А зашли законным путем. Мы же не бандиты какие-то, в конце концов. Мы все осмотрим. Ничего изымать не станем, хорошо? Вы нам помогите, тогда и быстрее уйдем. Вот, например, сейф. У вас есть код? Нет, разумеется, хозяин мне код не говорил. Сам всегда все открывал и закрывал. Ну, это ничего страшного. Мы как-нибудь так разберемся. Так. Ага. Сейчас посмотрим. Поднятые, обратите, пожалуйста, внимание. Что внутри? Глеб, это патронная часть. Пистолет Вальтер, калибр девять миллиметров. Полицейская модель Катьяна Афанасьевна. Мы вынуждены это изъять. Скажите, что это? Пистолет. Что вы можете о нем сказать? Насколько я вижу, Вальтер Пепе. Полицай-пистоль, девять миллиметров. Образца тысяча девятьсот двадцать девятого года. Вообще я не об этом. А о чем вы? Я о том, что этот пистолет Вальтер Пепе двадцать девятого года был обнаружен в сейфе в вашем доме. И предположительно является орудием убийства Стрюка Виктора Сергеевича. Я об этом. Извините, теперь я знаю, о чем вы. Этот пистолет я сейчас отправлю на экспертизу. Ну, а вас при таких обстоятельствах я вынужден задержать. Действуйте, как положено. Но вот этот вот Вальтер я вижу первый раз в жизни. А как же он попал к вам в сейф? Я не знаю, я не могу объяснить. Но если бы я вел следствие, я бы знал, что делать. Ладно, хорошо. Скажите, кто знал о том, что мы вас вызывали и вы ездили к нам? Вы, Гур, Денис Артурович. Что показала экспертиза пистолета? Пуля, которую изъяли из головы убитого, была выпущена из этого пистолета. Это орудие убийства. Так, а причастность пистолета полковника? На пистолете нет вообще никаких отпечатков пальцев или следов. А тест на пороховые газы отрицательные, так что стрелял не он. Я и не думал, что стрелял он сам. Что еще? К обилию по ковесным пистолетом, Майоров и Германов обнаружили несанкционированное проникновение в дом полковника. Вот как это им удалось? Да очень просто. Держите, они нашли следы от машины. У соседнего дома строители перекладывают тротуарную плитку, поэтому тротуары проезжей части рядом, усыпаны в строительной смесь. А что это за смесь? Ну, это такая тяжелая пыль. Так вот, Майоров сфотографировал отпечатки протектора и измерил ширину колеи. Это тот же внедорожник, что и был в лесу. По этим следам он определил, что водитель не выходил. А пассажир справа вышел и вернулся. И судя по отпечаткам подошвы, это была женщина. Интересно. Майор связался с охранной фирмой и там ему сообщили, что дом был поставлен под охрану в 15.00. Потом снят в 15.28 и снова поставлен в 15.39. И снова снят в 16.30. А что говорит экономка? А экономка говорит, что ежедневно она выходит за продуктами в 15.00 и возвращается в 16.30. Так что в 15.28 ее не было дома, это точно. Так, а в 15.40 полковник был у нас. Ну все, пистолет подбросили, это точно. Значит, надо искать этот внедорожник. У меня еще есть замечание. У большинства внедорожников ширина колеи более 1600 миллиметров, а у этого же 1520. Такую ширину колеи имеет джип Гранд Чироки и Судзуки Гранд Витара. Значит так, надо передать Германовой, чтобы искали в окружении этого выгура. Это единственный знакомый нам персонаж в этой истории. Слушай, а ты уверен, что это именно та машина? Уверен. В парке компании таких два. А порез на заднем правом колесе только у этого и узнал. Смотри, джип, девушка, водитель, все сходится. Интересно, кем она приходится? Вы, гуру. Разберемся. Так, давай за ними. Ну что, как получилось? Отлично. У леса революбаторов. Все на месте, так что? Давай, начинай. Личности из джипа установлены. Мужчина, качер Аристо Гдад, еще 28 лет. Под судом и следствием был? Нет, на него все чисто. Так, следствует Гурам? Работает давно, зарабатывает прилично. Часто сопровождает его сына в походах по ночным клубам. Доверенное лицо. Там были следы на этой смеси. Значит, была женщина. Что с ней? Вели на визу, 32 года, профессиональный телохранитель. Была под судом. Оправдали без права работать по специальности. Обвинялась в убийстве. Потом перепланифицировали дело превышения самообороны. Но затем вообще оправдали. Понятно. Ее связь с Войгуром? Она у Войгур не числится. Но на суде ее защитой занималась адвокатская контора права и дела. Договор заключал Войгур. Оплачивал услуги тоже он. А вы понимаете, что если Войгур вытащил своими деньгами ее из тюрьмы, она по гроб жизни ему обязана? И чем я могу вам помочь? Итак, нам нужно проверить движение возле офиса вот этой машины. Вот фотография. Вот номер. Наверное, начнем с 9.00. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Так. Ну вот. Этот вас интересует? Да, это машина джип-черва. Мы бежали. Очень спешат. Сели и уехали. 9.34. И больше этой машины здесь не было. Ну, можно нам этот фрагмент на флешечку? Ну, почему я уже не помню, коллега? Мы уверены, что Евелина Вист и водитель причастны к убийству. Но у нас нет прямых доказательств. Конечно, мы можем собирать косвенные, но мы теряем время. У нас есть один шанс. Какой? У нас есть оборудование, которое позволяет снимать отпечатки пальцев с ткани. Да, я помню наш спор при комплектовании твоей лаборатории. Помню. И теперь, благодаря этому, у нас есть шанс. Ну, хорошо. Рассказывай. Отпечатков пальцев в БМВ нет. Вернее, есть, но они принадлежат вору, который я украл. Преступники сначала вытерли все отпечатки, потом один из них надел перчатки и сел за руль БМВ. И что? А то, что преступники могли выкинуть тряпку, которую вытирали отпечатки пальцев. И как эта тряпка выглядит? Ну, судя по волокнам, которые обнаружили в автомобиле, это желтая тряпка из микрофибры. Игорь, нужно срочно связаться с Германовым и Майором. Нужно искать эту тряпку. Давайте воспроизведем картину произошедшего. Давайте. Короче, получается, открыли дверь и вытащили труп с переднего сидения. И положили его сюда, дальше. А дальше его обыскали, перетащили и вернулись обратно. И потом? А потом? Потом нужно уничтожить следы. Вот машина стоит здесь. Вот, например, я вот хожу, открываю двери и вот все тщательно протираю. Вы тоже ходите с той стороны и все тщательно тоже протираю. Я думал, что протирала только женщина. Потому что она профессионал, а водитель теленок. Она бы уничтожение улик никому не доверила. Ладно, протерли. Что дальше? Так, а дальше нужно поскорее уезжать отсюда. Но для начала необходимо уничтожить улику. Нужно ее либо сжечь, либо закопать или выбросить где-то здесь. Короче, расходимся и ищем. Расстояние максимум 20 метров. Ребят! Смотрите, что я нашел. Ну что, Анжелика, как наш чудо-аппарат? Отлично. Мне удалось выделить уже 18 мелких, но четких фрагментов. Из них я составила два отпечатка. Среднего и большого пальца в правой руке. Ну и что показали сравнение? Отпечатки принадлежат Эвелине Вист. Строгов, задержать Эвелину Вист. Учтите, она вооружена. И стреляет очень быстро. Так что надо ее разрушить, чтобы не было риска для окружающих. Выполняйте. Как успехи? О, вижу, что неплохо. Познакомьтесь, это Алла, моя ученица. Была лучшей, да переехала в другой город. Здравствуйте. Очень приятно. Много про вас слышала. Мне тоже приятно. Хотя я о вас не слышала. Сейчас, Веди, устроим соревнования на звание моей любимой ученицы. Да, она мне нужна. Вы что, боитесь? Никаких «но». Стреляем по полной обойме. Зарядить оружие и нападить. Девушки! Расскажите, чья машина темно-зеленый грань-чурокий? Чем проблема? Дело в том, что вы перегородили мне путь возле ворот. Я не парковалась у ворот. Я оставила машину у входа. А скажите, а что вы делаете сегодня вечером? Может, кофе вообще? Заманчиво, но в другой раз. Ладно, спасибо. Елена, я знаю, как вы убили Виктора Струка. Правда, я не знаю, каким образом вы попали в его машину. в этом месте. Попакую я. Хлеб забирайте. А вы неплохо стреляете. Может быть, большой спорт? Да нет, знаете, времени нет. Работы много. Спасибо. Все. Ваши действия при задержании, госпожа Вест, избавляют меня от необходимости задавать вам много вопросов. Но все же некоторые остались. Отвечать будете? Буду. Я порядок знаю. Скажите, как вы попали на заднее сидение автомобиля Стрюка, которого вы убили? Он сам меня туда усадил. Вы его заставили? Ну почему заставила? Так? Разыграла. В подробностях, пожалуйста. Я вела его от дома полковника. Когда мы выехали за город, я его обогнала. Но так, чтобы он меня запомнил. Это как? Посигналила, помигала фарами, чуть поджала. Потом обогнала километров на пять. Стала на обочине. Вышла из машины, села на землю у колеса. И стала ждать. Что, вы были уверены, что Стрюка остановится? Ну а как же? Он же порядочный. За справедливость боролся. Я ему сказала, что я коленку ушибла. Так он меня в машину на руках отнес. И на заднее сидение уложил. Романтик. Как джеб оказался с вами в лесу? Я к нему мой напарник на такси подъехал. Пересел и поехал в условное место. Все было заранее говорено. Но когда он приехал, все уже было кончено. Ваш напарник помогал вам спрятать труп? Не помню. Но это вы у него при его адвокатах спросите. Кто перегонял боевые в город? Я? Сама. Как произошло убийство, мы выяснили. А вот теперь проведем тренинг. Вы будете мыслить, как преступники. Тренинг? Тренинг. Капитан, ты как войгур. Что бы сейчас предприняла в данной ситуации? Я думаю, что войгур знает только два способа, как заставить человека замолчать. Это деньги и убийство. Первое не сработало. Значит, надо убить. Хорошо. Пластунов, ты полковник. Какую бы роль ты себе отвел в данной ситуации? Ну, я бы не хотел связываться с убийством, и поэтому отстранился от исполнения. Ну, это правильно. И твои слова подтверждают то, что исполнителями были не люди полковника, а люди войгура. Капитан, ответь мне. А как войгур их инструктировал? Он знал, где находится следователь, но было мало времени. Поэтому он приказал дождаться Стрюка, когда он выйдет из дома полковника, и везти его за город. Что, просто везти за город? Нет. Контакт со Стрюком есть. Он никуда не денется. До райцентра ехать пару часов, значит, есть время продумать детали. Главное, как заставить жертву остановиться в безлюдном месте. Да-да-да, и это у них получилось. Ну, дальше мы знаем. Убийца оказалась на заднем сидении автомобиля жертвы, потом достала пистолет и приказала жертве съехать с трассы на лесную дорогу. И тут следователь устраивает гонки, чтобы она не могла в него попасть. Да, я бы даже сказал гонки со смертью. А я вот думаю о том, что у честных и благородных людей способность к состраданию и готовность помочь часто оказываются слабым местом.